Здравствуйте, Кушали! Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Буквально на днях вы отметили свой 65-летний юбилейс, с чем я вас поздравляю. Хочу здесь сразу сказать о том, что вы родились в один день с нашим гениальным, самым известным поэтом России Александром Сергеевичем Пушкиным. И в этом, наверное, есть какой-то знак, что вы стали таким творческим и одарённым человеком. Я знаю, что свои юбилеи, вот эти промежуточные 55-65, вы всегда встречаете выставками, отмечаете выставками. И в этом году я знаю, что была даже не одна выставка. Расскажите об этом, пожалуйста. Здравствуйте. Да, вы правильно сказали. И меня, наоборот, всегда подтягивает, что мы как бы в один день родились, и уже даже знакомые, друзья заранее, даже когда какой-то юбилейбе Пушкин, мне говорят, о, скоро у тебя две рождения, я говорю, да подождите, ты ещё много времени. Поэтому приятно, конечно. Потом есть здесь какой-то стимул. Стимул в том, чтобы всегда работать, всегда быть выше, как говорится, и всегда стремиться к лучшему. Поэтому вот это всё подтягивает. Хотя многие смеются, а какая разница? Я говорю, просто у человека всегда что-то должно быть, кроме тех, которые рядом живут, родные, любимые, которые тебя подтягивают, ну ещё что-то. Поэтому вот Александр Сергеевич для меня вот какая-то вот такая звезда, к которому я стремлюсь, и чтобы было не хуже. О гениальности пока не буду говорить, просто в своё время Пушкина тоже очень плохо понимали, поэтому то, что он гениальный, это мы знаем, как бы, те, кто живут, жили и живут после него. Поэтому всё здорово. Теперь о выставках. До этого была выставка у меня в центре для одарённых детей. Это обычно я делаю один раз, одноразово, тот день, когда я родился. Это уже все привыкли к этому через каждые пять лет, вы правильно заметили. Это как бы отчёт перед собой. И перед, может быть, и Пушкиным, потому что я работаю или я там время потерял, пять лет, как говорится. Тоже, как говорится, стимул. Поэтому выставка тоже прошла, многие тоже писали мне, а почему один день мы хотели. Это просто я им объяснил, говорю, это я делаю как бы традиционно, один день. И я специально не стал выставлять скульптуры, потому что их надо ввозить. Я пущу каждую скульптуру чуть-чуть на руках. И потом обязательно надо их отвозить обратно. Когда были выставки в Академии, в других местах я мог бы оставить, к примеру. А тут надо, тем более там постоянно бывают какие-то мероприятия, это же место специально для одарённых детей, симпозиумы там бывают. Поэтому их не надо там оставлять. У себя в классе мог бы оставить, но мой новый класс, и там место как бы. Поэтому я решил просто графикой, и одновременно легче, и одновременно показать. И при том, там было много новых работ. И новые работы чем связаны, потому что у меня как-то бывает так. Я могу умолчать где-то год, два, а может месяц, три дня. Потом неожиданно как бы работать. Но я всё равно знаю, что голова моя всегда как бы творчески налажена. Она всегда работает, но может быть для выпуска, как говорится, нужно какой-то день или какой-то месяц или год. Поэтому с лепкой пока трудновато, потому что у меня нету мастерской до сих пор, и не знаю, вряд ли она будет. Поэтому для лепки, для того, чтобы перевести материал, камень, дерево, не говоря там, металли, нужны специальные места. Но всё равно к графике я отношусь скульптурно. То есть это, я считаю, те работы мои, которые я никак не могу объёмно вылепить и перевести материал. Поэтому остаюсь как бы 3D, показывая в графике, потому что там есть детали. Не говоря, что богатая... Я применяю богатую культуру нашу, наш фольклор, нашу историю. И было это интересно. Кошари, буквально на днях вы вернулись из Турции. Ну, можно сказать, наверное, что Турция уже как второй дом для вас. Вы были там более 40 раз. Но в этот раз был весомый повод. Там проходил симпозиум на Гайске. Я знаю, что вы опять-таки показали свою выставку. И я даже видела вас по турецкому телевидению, где вы выступали, были почётным гостем. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как прошла эта поездка. Эта выставка должна быть ещё зимой. Но в связи с тем, что была землянная дезинтурция, отложили. Я даже тоже начал думать, лишь бы там всё нормально прошло, чтобы люди больше не умирали, чтобы не было такого никогда. Да, и даже уже забыл про свою выставку. В мае на меня вышел. Там есть общество Ногайско-туристских специальное место. Дерник называется у них главное. И сказал, вы ещё хотите выставку? Я говорю, конечно, хочу. Я почему-то думал, что вы не тем заняты, потому что у вас трудно, сложно. Нет, мы как раз хотим в июне с 9 по 19 провести. У нас как раз вот этому Дернику исполняется 25 лет. А он именно в Анкаре. Хотя во всех городах Турции есть именно Ногайское общество, как бы тюркских Ногайцев. Везде. Я даже их знаю, главных. И вот даже одно для меня всегда вот как бы заставляет радоваться, что крылатый волк, который я нарисовал в 90-е годы с моим учителем Срежневым Батыром, у них вот главный символ. Везде его выставляют и везде спрашивают. И многие даже думали, что его где-то откопали, наверное, в древности. Я говорю, нет, это мы нарисовали в 90-м году, когда народ вообще ее не принимал, вообще не хотели слышать об этом. И наша поэтесса поехала в Турцию, повезла наши буклеты эти, и они сразу взяли и сделали флагом всех Ногайцев. Поэтому это тоже отрадно, что везде, где едешь по Турции, висят вот наши флаги, сделанные моими руками. Сначала она была в пластилине, потом мы перевели графику и цвет дали, и все. И вот это стало значимым. И вот они пригласили на это именно мероприятие, 25 лет Дзернеку, и заодно у них был симпозиум ученых по вопросу Ногайцев. Были местные ученые, приглашенные были. У нас тоже поехали музыканты из Дагестана, с Астрахани, отсюда, с Карачевича, и Черкесии были много. В общем, было много гостей. И много гостей было со стороны. Вот был мир города Румынии, мир города Болгарии, потому что у них, где живут ногайцы, даже давно, они знают об этом народе, даже больше нас. Потому что историю, как бы, они изучили все. Им отрадно было приехать, как бы, встретиться со всеми ногайцами. И мне еще было отрадно, что там живут 5 миллионов ногайцев. 5 миллионов. Многие из них, конечно, едут работать, особенно молодые, в Германии, Швеции, Шотландии, везде, 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 где бы не было бы, они работают. Но когда происходит какое-то событие, они бросают все, приезжают, чтобы быть в единении. Вот мне вот это слово понравилось. Там, потому что было очень много ногайцев. И потом они последнее сделали большой фуршет, как бы в ресторане, Манхэттен, кстати, так и назвалось. И там было чуть ли там, не знаю, много тысячи народу, потому что битком забиты. И все пришли просто сами, как говорится, их не приглашали. Ну, приглашали, может быть, не многих, но потому что они услышали, что есть такое мероприятие, что приедут ногайцы со всех мест, где они живут. Поэтому был сначала симпозиум, и я у них, как академик, академик Казахстана, всегда они меня приглашают, как профессора, доктора. У них вот так переводится. И дают места всегда первые. Рядом с мерами, рядом с какими-то важными людьми бывают мои места. Они специально пишут бумагу сначала. И даже наши, когда поехали, сказали, мы не знали, что у них вот такое. Я говорю, ну, как говорится, искусство всегда делает то, что нужно. Музыканты тоже должны, спортсмены тоже должны, и мы тоже, как художники, должны. Потому что, особенно я вам сказал, крылатый Волг, это как бы вот такая звезда, вряд ли кого, когда-нибудь у кого нет будет. Поэтому еще раз я радуюсь. И я выступил там. Потом оказалось, что Турецкое телевидение именно Хабар, новости, передало вот это все. И там тоже мне показывали. И многие даже увидели, вот я там, оказывается, там, в Анкаре. И потом, после этого мы поехали, место вначале они не сказали, в каком месте будет моя выставка. И вот там как раз, вот в этом месте, где выставочный зал, были мои работы. Но они еще остались от выставки Турксоя, когда я ездил там несколько лет назад. И они как бы подарили именно нашим многальцам, чтобы они могли показывать моя работа там. Это как бы моя работа там, постоянно. Но все равно я взял где-то 15 новых работ, которые я сделал, специально без рамок, без стекол. И мне объяснил, что таможня, перевозка сложная. Я сложил аккуратно бумагу, и мне никто нигде не заметил даже. Если заметили, я сказал, это моя работа, вот посмотрите, даже можно протереть, как бы, чтобы видно ручка. Поэтому еще было отрадно, что почти все работы поразались мои, что это было первое. Почему? Я объясняю. Нагайцы уже начали понимать даже мою работу. Вначале я уже с 90-х езжу, почти там 30-40 подряд, каждый год, можно сказать. Какие-то моменты я там работал, мне давали делать рисунки и живописные работы, и скульптуры. Ататюрка, я им много делал. И, ну, работой мои все равно как-то не воспринимались. Даже, в мою очередь, с Рождественной Батру мы повезли тогда первый раз, когда, это, по-моему, было в 91-92 году. Потом я понял, просто они не привыкли к этому. И когда меня постоянно спрашивали, у них традиционный вопрос, кем ты там в России числится как бы, я говорю, художник. А что это такое? Я говорю, художник, скульптор. А что это такое? Потом я понял, когда к нам пришли их магазины, их строения и так далее, что у них всегда так, наверху дом, внизу магазин. Вот это считается у них работа. Я непонятный, потому что я как бы, как бы художник, вроде не работаю. И даже вот покупаемость моей работы тоже была в этом как бы выигрышная. Они уже обращают, я исполняю там, кроме исторических данных, фольклорных данных, розовые знаки. А там многие нагайцы знают свои родовые танки, благодаря тому, что обособлены жили в аулах, поэтому они язык знают, наши кушания знают, применяют до сих пор наши чайные, не говорят другие там, именно еды, которые готовят у себя, даже приглашают, когда говорят, мы вот это делаем. Я говорю, мы в России-то тоже делаем. Да, не может быть. Я говорю, да. То есть, вначале это было трудновато объяснить. Вот сейчас, по прошедшему времени, сколько, да, уже 2023 год, уже они изменились, потому что они стали приезжать к нам, посмотреть, как мы живем здесь. Вначале, когда говорили, у вас такие большие дома, у них маленькие, у них просто все для удобства, машины, телевизор, все. А у нас, кроме всего, иногда нужно как роскошь, правильно, кому-то. Поэтому вот вначале мне тоже непонятно было, а вы как бы живете, почему у вас шкафов нет, почему этого нет. Они нас не понимали. Поэтому, благодаря тому, что прошло много времени, изменилось, и они, я не хочу сказать, поумнели, просто они выросли, даже те же художники, почти я там тоже как бы один. Вот сейчас молодая одна девочка появилась, еще в том году, когда я ездил, видел, она любит рисовать, мне спрашивала, как делается, я объяснял свою технику, манеру. Потом я бывал там в турецком университете, мне даже приглашали работать туда. Я знаю их манеру рисования и так далее, потому что Питерская школа же большая, и поэтому я видел их недочеты, свои преимущества и так далее, поэтому прибавляю. Поэтому приходят люди, узнают, как вот характер, постановка, моих работ. Потом я вам вначале сказал, композиционное настроение. Еще раз говорю, рисовать можно научить, писать можно научить, вырезать можно научить, а придумывать, сочинять это невозможно. Огромную часть своего времени вы посвящаете педагогической деятельности. На ваш взгляд, можно ли научить молодежь делать скульптуры, производить скульптуры? И какие-то советы от мастера хотелось бы услышать? Я вот сейчас пришел к такому мыслю, сейчас скульптуру в России как-то загоняют в какую-то, я не знаю, дыру, честно говоря. Потому что все-таки советское время, я не говорю, я там учился, я не политик. Но было больше преимуществ, те же творческие дачи, которые мы ездили, это было для того, чтобы художник не ушел в сторону, он не стал пить. На два месяца приглашали, это союз художников СССР тогда, нам давали, это когда-то будет членом именно союза. А мне повезло, я окончил, сразу вступил. Я даже вначале не понял, думал, может быть, мне какие-то привилегии делать, потому что многие даже ездили, тогда я жил в Дагестане, говорят, поезжайте в Москву, вас могут вытянуть, кто-нибудь, ну там, я не знаю, каким-то знакомствам, поставьте, я говорю, я не поеду. Потом я почему-то думал, еще рановато, также мы привыкли, три года работать, потом надо было дальше устраивать. Ну, спасло, наверное, я так думаю, потому что я, как бы там, еще не поступил в училище, в институте, я все время делал творческую работу. Мой учитель, у меня с Рождеем Батаревым, говорил, надо выставляться, не смотреть, ты студент, не студент. И вот я, пока 10 лет я там жил, выставлялся, и, может, вот это, наверное, где-то, наверное, прозвучало, потому что все-таки люди же тоже видят же, именно союз художников, если это смотрит, когда я тогда молодой был, но я прошел первым номером тогда сразу, именно закончив и уже став членом Союза художников СССР. Сейчас немножко, вот, союз есть прекрасный, я не хочу сказать, но таких больших мероприятий, как раньше, сейчас нет. Творческие дачи вообще ушли куда-то. Я последний раз ездил в 90-м году, там уже скупали, выкупали, даже были с плачем чуть пожилые, тогда мастера керамики, мастера там скульптуры плакали, наши отбирают фонды. Говоря об этом, хочу привести как бы к новому времени, я тоже уже начал провокать. То есть, сейчас надо больше работать, показывать везде, сейчас появился интернет, я сам тоже вначале не воспринимал, сейчас, чтобы не отставать от жизни, от времени, от тех художников, которые мировых, которые есть, я постоянно туда вхожу, смотрю, как делают. Потом поездки, вот за рубеж, в том году во Франции, тоже думаю, может, я отстал. Нет, когда ты в центре событий, никогда не отстаешь. Поэтому я хочу молодых, мальчиков, девочек, учить этому, то есть выдержки, способность чему-то радоваться, способность идти к чему-то. Может, они тоже кого-то выберут, себя, как я выбрал Александр Сергеевич, тоже звезду, которым будет подражать, которым будет быть похожим, быть в этом русле. Поэтому молодым сейчас надо вот это больше давать. Иначе ничего больше им не сможешь дать, потому что вокруг много, как говорится, ученых, кавычка, много телевизоров, много интернета, в котором они копаются, они не могут отобрать, что хорошо, что плохо. Поэтому я даже им говорю, чуть ли гордо, пока я здесь, приходите ко мне, доставайте меня, как художник, в первую очередь, как человек, который умеет сочинять, придумывать, именно композиционно. Рисовать, лепить, во всех вузах вас научить. И при том, я тоже вначале не понимал, что композиция. Мне даже говорили, когда я еще не поступил в художественное училище, мне серого. Ты не умеешь лепить, ты уезжай в свой аул, из тебя не выйдет. Тогда я, вот это, наверное, еще злость во мне, когда я не понимаю, что от меня хотят. Вот это надо применять к нашим детям, которые ходят ко мне на кружки, учиться в Академии Студента, им вот прививаю я на своем примере. Что надо, вот вопрос, а почему я не понимаю, а почему я хуже того, почему он рисует лучше, чем меня, или лепит. Поэтому я говорю, вот у меня было вначале, почему. Тогда я начал ходить в вермитражи, другие музеи, встречаться с художником, с своим преподавателем, который еще не поступил, но он видел, что мальчик что хочет. Тем более, когда я сказал, у моего народа нету скульптора, я хочу, он даже говорил, ух ты какой-то упертый пацан. И сказал, что-то будет. Поэтому мой совет, он мне говорил, до конца иди. Поэтому все сказано, наверное, что вот эти преподаватели мои, всегда вот, я сейчас хочу, вот этих своих, кружковцев, не говорят детей, не говорят других художников, молодых, которые меня связывают, говорю, вот давайте приходите, мы должны общаться, потому что вот эту компенсию никто не дает. И притом всегда ищите в родных корнях. Вот училища Даурова, они говорят, ну это я в художественной школе, здесь работал, потом в Карачаевске работал, и в Академии сейчас. Везде говорят, вот это. Потому что вы никому не будете известны, не изучив свое родное, именно корни. Кушали, благодарю вас за сегодняшнее интервью, конечно, поздравляю еще раз вас с юбилеем, творческое вдохновение. Спасибо вам.